И всем привет ребят, с вами Сорвек, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня у нас на обзоре будет одно очень интересное устройство, относительно недавно вышел у нас видос с обзором устройства на рельсу с Вестником Смерти И в комментариях под этим видеороликом я у вас спрашивал, какие устройства были бы вам интересны и что лучше мне записать Большое количество из вас написали о том, что на сегодняшний момент времени очень интересно посмотреть и вообще в принципе себя очень круто показывает устройство на рельсу Крупнокалиберные снаряды и сегодня мы вместе с вами рассмотрим это устройство, посмотрим как оно себя показывает в матчмейкинге Ну и насколько оно стало сильнее, говорят, что оно даже сильнее чем дестабилизация и может показывать очень и очень хорошие результаты Насколько хорошие мы сегодня вместе с вами рассмотрим, ну и постараемся сделать как можно лучше результат Сыграем я думаю, что на Диктаторе, на Викинге, на рельсе на сегодняшний момент времени играть особо смысла нету никакого Диктатор за счет критов, за счет дополнительного урона постараемся его реализовать В принципе выглядит все это дело неплохо, ну и в теории это должно работать и должно работать эффективно Ну а если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком Ну и конечно же не забывайте подписываться на этот замечательный канал Ну и в комментариях пишите, какие вооружения, устройства вы бы хотели видеть в ближайшее время на обзорчик Так, ну а мы пикаем быстрый бой, вроде как я все одел правильно По устройству на корпус бывают моментами, что даже лучше брать на корпус утяжеление Чтобы прицел не сбивал никто и вы могли спокойно наносить урон Но в моем случае сейчас мы используем на Диктатор пробития Посмотрим как он сможет себя показать в рамках этого вооружения Ну и конечно желательно, чтобы она закинула не на супер большую карту О, чернушка, хорошая карта Резистов от рельсы до сих пор не такое большое количество В принципе мы можем пол боя сыграть на Кризисе Посмотреть сколько с Кризисом будет вылетать урона Потом переоденемся на Гипериона Посмотрим сколько с него будет лететь Ну а с Кризиса у нас уже первый ваншотик есть на крупнокалиберочке И это конечно не может не радовать Будет ли ваншот второй? Да, есть, хорошо, если легкие танки все ваншоты То это может быть очень и очень интересное устройство Полторы тысячи залетает по вражескому аресу Но мне особо не выгодно, если честно, бить его Ну ладно, еще одну рельсу дадим Но против ареса бороться здесь особо смысла нет Ну а что касаемо аресов Вот видите, за меня хотя резисты уже от рельсы начинают появляться Но у противника особо сильно резистов нету Четыре тысячи, неплохая рельса залетает Хороший урончик, хороший Пока что у нас летит урон с нашей рельсы Это конечно не может не радовать Не зря мне сказали, что это лучшее устройство на сегодняшний момент времени И стабильно можно наносить большое количество урона с ней Пока что все именно так и работает Перезарядка тоже этой рельсы довольно быстрая Ну и залетает довольно таки неплохо Ну и под диктатор можно еще пытаться где-то разыграть Так, васпик у нас, ох не успел чуть-чуть Хороший был бы выстрел Если бы я успел бы попасть Диктатора раскачкой забираем здесь еще один танк Ну и пробуем забрать Ага, понял Еще урона всего лишь у нас залетело Сводка в меня Но я не успел проехать чуть дальше Стоит противник, ну довольно в таких кемперских позициях Особо никуда не двигаются ребята В принципе, наверное, и мы можем тоже сыграть более пассивно И постоять, покидать урончик С крита 4000 Очень хороший урон Очень шикарный урон Даже без крита у нас, когда залетает по 2 Ну здесь это даже по резисту 2 300 залетело То есть в теории это могут быть постоянные Ой, что-то не успел Постоянные ваншоты противника Да, то есть если это у нас будет критический выстрел Попробуем это дело разыграть И посмотрим уже Как оно себя проявит Так, сводочка по ощущению у меня летит Да, можно было под мостом запрятаться, если честно А не выкатывать дальше вперед Так, ну а противник просто стоит То есть у них есть чел на рельсе с дестабилизацией Который стоит просто на одном месте И пытается накидывать урончик Ну и в принципе, наверное, давайте пробовать делать плюс-минус то же самое Если противник особо под нас не пикает Будем пробовать тоже играть своего рода Такую вот аккуратную ТДМ очку 1000 урона залетает у нас с выстрела Так, страйкер здесь пытается чуть-чуть поднакидать Оп, хорошо Хотел по-другому, конечно, я выдать урончик Так, ну и можно попробовать посмотреть Сколько у нас рельс успевает вылететь под критами Раз, одна есть Да, две рельсы Две рельсы А, понял, ладно Две рельсы можно успевать выдать с диктатором под критом А, стип лагает То есть в теории это уже очень и очень неплохо Но противник, конечно, играет супер противно Пассивно Ой, и только Блин, ладно Только в конце, когда я уже начал давать выстрел Я увидел, что это подрывник И так, конечно, очень неприятно получается Когда с подрывника вам урон прилетает Две триста дефолтный урон Но здесь, если честно, да Если сравнивать, например, с дестабилизацией, да В моменте кажется, ну, как будто Как будто рельса больше урона наносит, да Когда вы можете постоянно легкие танки ваншотать Это выглядит очень и очень симпатично Да, то есть если С обычного выстрела ваншотать легкий танк Ну вот, о чем я и говорил То вам могут просто прицел сбить Если у вас не будет утяжеления Но тут ладно еще Можно дать погрешность на то, что я Такой себе рельсовод И поэтому мне довольно легко сбить Так Не хочет пикать оресик Ему бы Как бы хорошая бы плюшечка могла бы залететь Такой какой-то противный игрок Стоит на одном месте Не особо не двигается вообще Так, забираем здесь страйкера Сколько у него киллов? 12 киллов Просто чел стоит на одном месте 5 минут уже Что за режим его пишут? TDM режим называется Чисто стоим на одном месте Накидываем урончик Именно так у нас играют игроки в матчмейкинге В подобных режимах 15 киллов Если учитывать тот факт, что мы Ну, играем в такую TDM-ку Где противник стоит на одном месте То в теории, наверное, даже и неплохо Даже и неплохо получается у нас Можно попробовать сыграть под овердрайв Пробовать забрать его Забираем здесь Васпика Пробуем забрать еще Харька Ага Овердрайв, к сожалению, у нас отжимают Так, и кто-то у нас начинает флаг увозить Алло, 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 гараж, гараж, гараж Алло, где флаг? Не уходит там, надеюсь Хорошо, что у нас все на базе, да? Так, пикаем здесь под Крусейдера Ну, такая себе, конечно 1700-очка залетает Особо Ой, боже Ну, это Это гений рельсы, как говорится 17 киллов Ну, неплохо Типа по урону, если смотреть То урон хороший Залетает с этой рельсы Да, если рассматривать его и сравнивать, например, с дистанционкой Будет ли дистанционка наносить большее количество урона То плюс-минус, наверное, будет то же самое Только дистанционка это рулетка Да, а здесь у вас, как бы, ну, стабильность Есть стабильность Определенная стабильность То есть вы на постоянной основе будете наносить определенное хорошее количество урончика Да, и это хорошо Это реально хорошо Плюс, если играть, например, на диктаторе То у вас появляются еще дополнительные три точки С которых вы тоже можете поиметь неплохое количество дополнительных киллов Главное, конечно, чтобы противник особо сильно не прятался И вы не стреляли безумно большое количество рельс в молоко Вот так попробуем здесь раздаться И попробуем забрать 3200 с крита Под критами ваншоты То есть ваншоты средних танков И это, конечно, очень и очень хороший результатик Забираем еще один танк По идее, нам вообще выгодно вот такую примерно позицию занимать Ну и вообще, в целом, я скажу, что Ну, выглядит неплохо рельса Да, то есть по урону именно Если мы смотрим чисто по урону Выглядит неплохо Это с кризисом Посмотрим сейчас с гиперионом, что будет Все-таки, если мы берем не дрон Который повышает сильно урон То посмотрим, как ситуация в этом плане у нас будет меняться Да, будет она столь критична Да, либо же будет возможность все равно реализовать Наше вооружение Но еще проблема в том, что мы Особо-то тут и в атаку поехать не можем, да Нас принуждают играть супер Супер пассивно Темперски от дефа Я все-таки привык играть Ну, как-то, знаете, там В какой-то пушинг В попытку увоза Флага Да, здесь Нас так мерзко играет противник Что тут даже особо сильно никуда и не попушишь Так, возьмем гипериона Попробуем, посмотрим Что у нас будет вообще по урону с ним Попробуем чуть-чуть Может даже поагрессировать Попробуем чуть Плюс сыграть Перезарядка хорошая Да, если учитывать тот факт Какая была перезарядка у нас раньше На крупнокалиберке Ту, которую я вижу сейчас Она выглядит довольно-таки неплохо Так, миночку не поставил У меня нету Сам меня здесь сливает Так, противник начинает потихоньку открываться Это хорошо Это очень хорошо Если противник будет сейчас играть в плюс То может быть появятся какие-то возможности подвоз Так, пробуем забрать здесь гауса 1700 Не так много, если честно Залетает урона Но если бы это был бы крит То сейчас-таки где-то около бы троечки У нас бы урончик Залетел Так Викинга молот Нажимает овердрайв Пробуем чуть-чуть Нет Не удалось спрятаться 25 килов Ну, в принципе Рельса набивает пока что Побольше количества Моя лично Чем рельса противника С дестабилизацией Но это тоже как бы Так сильно сравнивать нельзя Но Как Как-никак Если вот чисто Один в один смотреть То, наверное Ну, может себя неплохо показать Один в один Это рельса По ощущениям Количество критов У меня Будет больше Да И урона в целом Будет больше Чем у дестабилизации Ну и значит На дистанции Она будет смотреться Поинтереснее Но вот видите Без дополнительного Повышенного урона Конечно Уже Ваншотов явно меньше Уже Ваншотов явно меньше С кризисом Все-таки чувствуется Что есть Вот эта вот Дополнительная темка Которая дает возможность Где-то Заваншотать оппонента Так Пожорчик чуть-чуть вытянули Ага Понял Это противник Ладно Диктатор Овердрайв Некому раздать Кто не едет Ладно Нажмем соло Нажмем соло Оверочку 3200 Залетает Да 3200 И 200 В целом Ну наверное Неплохо С гипериона Под кризисом Под кризисом Говорю Под овердрайвом Под критами В принципе Неплохие циферочки Так Раздаем сразу Оверочку Пробуем найти Какой-нибудь танчик Вот здесь вот Есть один Попаду Ах Не попал Ну Как говорится Мои Прямые руки Хорошая шарелла Рабочая Так сказать Рабочая шарелла Так Под мины Здесь играет Молодой Хорошо Пробуем Запушить его По перезарядке У него рельса По ощущениям Плюс-минус Перезаряжается С такой же скоростью Что и у меня Да Особо сильная Крупнокалиберка Теперь не отличается Скоростью Перезарядки От Дестабилизации Соответственно На дистанции Да 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 Вполне Вполне Может быть Конкурентно Способная И Смотреться Интереснее Чем Рельса С Дестабилизацией Крупнокалиберочка Меня в этом плане Вполне Удивляет Даже я б сказал И радует Так какой-то лак Непонятный Лаксирва То Просто в молоко Стреляем Но так в целом Неплохо Почти до сороковочки Если дотянем То Будет уже Неплохо Так пробуем Ваншотнуть 900 урона Маловато Овердрайв падает Пробуем забрать Полторушка По Броненосцу Но Овердрайв не успел Забрать 29 килов Противника У нас чуточку Побольше будет Но плюс еще За счет диктатора Дополнительные очки Викинг Вражески Вжимается Пробую еще Что-то сделать Ну и вот Разбирают Так Нифига себе Есть прострел Даже если честно Вот если бы этот Гром бы не выстрелил Я бы даже и не знал Что есть там Такой интересный Прострельчик Оп и оказывается Прострел Интересный Имеется Обманываем Ореса вражеского Нет 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 Только Блин Ну эти конечно Подрывники Это вообще ужас Это самый Бесячий дрон Который есть На сегодняшний момент Времени Прям Ну вообще ужас Я поражаюсь Я поражаюсь Честно Я поражаюсь С того Насколько вот Сильно он может Бесить Да и вообще В ближайшее время Наверное даже Запишем видос Связанный С Дронами Потому что Есть Есть одни Интересные Дрончики Кто смотрит Стримы Тот Знает Примерно О каких Дронах Идет речь О которых Мы вместе С вами Запишем Видосы Да Рассмотрим Их Потому что На сегодняшний Момент Времени Наверное Это не актуальные Дроны На них Особо сильно Никто не играет Много Да Но я расскажу О их плюсах И в том числе Возможно Даже запишем Видос С подрывником Если у вас Есть В этом плане Интересик Можем даже Записать И это Замечательное Устройство На степи Просто стоит Под танком Оп Хорошо Разводочка Ага Понял Там вам и разводочка Как говорится Вот вам и разводочка Вот такие вот Стоят Игроки В матчмейкинге Нынче И кемперя Да Два Рисовода На дестабилизациях Просто стоят На фулл Пассиве И особо Даже Не хотят Ехать вперед Их все устраивает Они стоят Накидывают урончик И просто Комфортно Проводят Время в игре Так Пытаются У нас Увозить флаг Не успел Я чуть-чуть Плоховато Пытается Ой-ой-ой Очень плохо Очень плохо Мега плохо Урон 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 Нельзя отдать флаг А у нас уже 10 секунд До конца осталось Раздался конечно я тоже Не сказать что шикарно Так Но По легкому еще дополнительный урончик Нанесли В целом Что я могу сказать Довольно неплохо Довольно неплохо Показывает себя Это рельса Да Если учитывать тот факт Что мы даже переоделись С кризиса На гипериона Особо сильно Ситуация не поменялась Но в целом Я скажу Что Кризис Хочешь не хочешь Но смотрится Интересней На рельсе Потому что У вас будет Больше Количества Урона В целом Да Гиперион в этом плане Ну Такое Знаете Где-то Чуть уже Урона не хватает Либо Где-то вы уже Не можете Засейвиться Да Так от противника Пережав На ДАшку И Впитав урон Больше Да Поэтому Я бы больше Склонялся к кризису Но в целом Даже если у вас Нету его Есть например Гиперион Либо есть там Какой-нибудь Условный бустер Вы можете тоже Пробовать играть с ним И вполне неплохо Будете смотреться На рельсе Ну и в целом Сама рельса Смотрится Хорошо Реально хорошо Если сравнивать То какая была Крупнокалиберка Раньше То Это просто Небо и земля Да С точки зрения Именно перезарядки Но 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 Самое главное Да Это то что сейчас Резистов от рельсы Намного меньше Чем было раньше Да То есть если вернется Такое же большое количество Резистов от рельсы Я думаю что Эта пушка все равно Будет Не актуальна Да А так Но она смотрится Неплохо Я бы сказал Неплохо В таком балансе Она может жить И на ней Уже будет играть Больше количества Игроков В матчмейкинге Поэтому если Вы еще вдруг Не пробовали Возможно Да Я Сделаю такое Предположение Что наверное Даже это Лучшее устройство На рельсу На сегодняшний момент Времени Да То есть Из того что я вижу Да Крупнокалибер Может Неплохо Надавать урона Да И на дистанции Быть даже интереснее Чем дестабилизация Хотя Бывает С дестабилизацией Залетает Супер сочный урон Но Если мы рассматриваем Дистанцию То на дистанции Крупнокалибер Может показывать Получше Результаты Пишите что вы думаете По поводу рельсы Какое устройство По вашему мнению Является лучшим На сегодняшний момент Времени Обязательно поддерживайте Данный видос лайком Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Давайте пропускать новые видеоролики Ну и конечно же Не забывайте про текст Создателя контента Который находится В настройках игры В аккаунте Мой личный Так это так ТМП Установите его Поддержите меня Участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов На 1 миллион кристаллов И на 30 тысяч танкоинов Все информации по розыгрыше Есть в описании Друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока